29 марта сегодня время без 15 6 прохладно минус 8 минус 9 где-то речка жабушка сейчас утра можно идти где хочешь корка вся прочно схватилась судя по прогнозу это последняя ночь заморозками дальше должно быть потепление и ночью должен быть плюсы днем сегодня плюс 10 должно быть по прогнозу днем пойду схожу на луга разведываю обстановку как-то всю эту неделю всегда плюс стоял днем снег потихоньку подтаял но вот ночью заморозки я вчера на пасеке с пчелами возился гусей видел пролетали сначала суммусь на козий переход посмотрю можно там перейти нет а то пойдешь мостик затопило если мостик затопило придется идти вверх к дороге там переходить вот и разлив пошел это речка гуменко я даже до мостика уже не пройду вот здесь вот видно вчера после солнечного дня вода была повыше поднималась за ночь упала потому что минус немножко литком прихватила теперь нужно найти где через жабушку перейти на ту сторону это норка наверное здесь вылазила кровью помечала я хотел здесь перейти но походу здесь опасно это не внушает доверия хоть и так-то подмерзла перешел нормально получилось интересно на лед смогу зайти чтобы здесь прям на ту сторону перейти сейчас посмотрим вроде как есть он места где еще можно на лед зайти козий переход вот здесь можно зайти но это не точно зайти то ладно надо еще найти будет где выйти зашел без проблем лед только начинает от берега отходить вот нужно найти где выйти на тот берег смотрю и похоже что ситуация это похуже не вижу чуть снега трещина хорошо видно как основной лед по центру отделился от закраин закраин это пристыли к берегу вот здесь наверное смогу уйти нет не смогу около берега вода и там глубоко ничего придется идти вдоль этого берега пока не найду выход только что надо мной пролетели скворцы значит они тоже прилетели сегодня ночью то ли бобр то ли выдрах кто-то ходил ну судя по весу это бобр скорее всего здесь проходил а здесь уже открытая вода впереди я не смог выйти нигде придется наверное вылазить на ту сторону пришлось метров на 150 назад вернуться чтобы выйти с козьего здесь уже открытая вода есть особенно он на той стороне много и даже утки могут прилететь поискать что-нибудь в ней стайка скворцов здесь пасется в камышах вот в этих он они полетели цапля ходила вчера значит и цаплю же прилетели ну все прилетели но скорее всего в небольшом количестве пока что переход здесь тоже уже затопило быстро не знаю там перейду нет сейчас посмотрим но это не страшно потому что выше есть переход где я точно перейду вон он там через дорогу уже текет вчера вечером вода и здесь текла за ночь опустился уровень я думаю смогу перейти на этих лугах на буграх снег то весь растаял уже на эти луга я загляну на обратном пути пока корка держит хочу пройти как можно дальше в луга к лесу джапискому как бы здесь не грохнуться лед на прямки уже не пройду нужно обходить с левой стороны весна для разлива конечно совсем не подходящий днем плюс ночью минус а вот и утки на камеру конечно не увидите по направлению руки вот над тополями три утки я их сам еле вижу видать где-то намокш там есть открытое место еще раз уток увидел это уже другие утки с противоположной стороны летают примерно в том месте где гуменка гумнум подходит у нас тут есть новенькая плотина небольшая зато есть большая вероятность что по весне смоется когда разлив пойдет посмотрим устоит она нет пойду подойду к мокше по этому бугорку снежному гляну что там непонятно что здесь утки кружили на мокше то вообще глушняк видно что вода приходит от берегов уже отошло немного самое начало самое самое 3 кипячий дальше я не пойду делать там особо нечего сейчас зайду в лес посмотрю что там потом развернусь и назад пойду загляну на плотину а вдоль мансеровки пройдусь гляну так лесу курка не держит тут много разных птиц пояса гнездо конюка впереди по центру жаворонки тоже прилетели их снять трудно они как обычно где-то там в высоте летают чирикают и хрен что увидишь и следующий раз Что-то там в кустах вороны так орут, как будто к ним в гнездо леса лезет. А здесь в лесу куча птичек небольших поет, но я даже их увидеть не могу, они где-то наверху на макушках попрятались. Субтитры сделал DimaTorzok Эх, поздно я заметил. Цапля на меня прям летела. В другую сторону смотрел, как сигнает. Чайки белые прилетели. Время доходит 9 часов. Корка начинает оттаивать. Я на плотине. Подошел, думал, может здесь какая дичь будет, но никого не видно. Видно, что вода поднялась уже. Начинается разлив. Белая чайка купается. Крюша. Вот они. Вот они где я. На Монцеровке. Она, оказывается, от льда-то освободилась, но не полностью. Частично. Вот это косячок. Субтитры сделал DimaTorzok. Прямо надо мной летят. Вот здесь они сидели, рядом с этим большим деревом сывы. Я подхожу, но я их заметил в тот момент, когда они прям взлетать стали. Большой косяк. Только я что-то не понял, это северные какие-либо кряковы наши обычные, вроде как северные. А вот и гуси. Косяк. Да, лет на Мансеровке ушел, но не полностью, частями. Я около дерева стою, как здесь бобриной струей воняет. Вот его следы тут рядышком. Вчера, может, сегодня ночью терся в дерево. Просто вонь такая. Вернулись. Похоже, негде им особо садиться, поэтому кружат над этим местом. Мне отсюда плохо, конечно, видно, кто это там. Утки, гуси, не пойму. Похоже, это утки. Селези, не утка, вроде как. Но очень далеко, я отсюда не разберу. Это они на Мансеровке плавают. Только что еще две пары над головой пролетело. Поздно заметил. А вон на Мансеровке взлетели еще. Смотрите, как раз у меня камера туда смотрит. Много здесь уток. Но сейчас все замерзшее. Хотя вот гуменка открытая. Вон они где. Они там на льду сидят. И справа, и слева. Я только не понял, это те же туда пролетели, приземлились. Или новые. Не заметил. Да, мостик-то потоп. Здесь уже не пройти. Да. 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 Я же п vergessen,Hz Вера в Нурчале, Субтитры сделал DimaTorzok Время 11 часов. Возвращаюсь домой. Уже стало так прям хорошо. Тепло. Корка, можно сказать, вся размякла. Что тут? Вроде и дно видно. Не, нормально. Кто-то себе гнездо строит. Ворона, скорее всего. Сорока. Раньше я его не замечал. Что это там такое белое? Недалеко от гнезда. Пластик, что ли, какой-то. Можно здесь вот через жабушку перейти по дереву. Держит оно еще? Да, держит. Я уж не помню сколько. Лет пять оно тут точно лежит. Я думаю, что большого разлива точно не будет. Снег уже много растаял. Вот если прогноз будет, как я говорил, пойдет теперь тепло ночами, то средний должен случиться. Теперь почаще выходить буду. через день-другой проверять, как там дела идут. В гнезинах-то снега много еще. ПОЧАЦИИ Продолжение следует...